ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ЛАТУШКА ПАВЕЛ 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 ПАСОЛ БЕЛАРУСІ У ФРАНЦЫЙ НАДЗВЫЧАЙНЫЙ ПАВНОМОСНЫЙ ПАСОЛ БЕЛАРУСІ У ИСПАНІЇ И ПОРТУГАЛЇЇ ПА СУМЕЩАЛЬНІЦВЄ ПАСТАЯННЫЙ ПРАДСТАВНІК НАШЕЙ КРАЇНЫ ПРЫ ЮНЕСКО МАЕ ДАШКУ И СЫНА ВАЛОДАЕ БЕЛАРУСКАЙ, РУССКАЙ, ПОЛЬСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОВАМІ БІЗНЫС ФОРУМ ДЗАЛАВЫХ КОЛУ У БЕЛАРУСІ І ФРАНЦЫ ВОЗГАТЫЙ ФОРУМ ПРАХОДЦІ ЗАРАЗ ТУТ У ПАРЫЖА СКАЖЦІТЬ КАРЬЛАСКА, ЦЯЖКАЦІ БЫЛО ЯГО РЫХТАВАЦЬ? ВЫ ВЕДАЦІ, УЖО ПРАЦЦОЕ СІСТЕМА ЗА ПОШНІЕ ГАДЫ ПАСОСТЮ БЕЛАРУСІ У ФРАНЦІ ОРГНІЗАВАЛА 30 ПРЕЗЕНТАЦІ БЕЛАРУСІ И ЭКОНОМІКІ НАШЕЙ КРАИНЫ З МЭТЫЮ ПОШІКУ ПАТНЦАЛЬНЫХ ПАРТНЄРОМ У МЕНУЛЫМ ГОДЗІ МЫ ПРАВІЛІ ПЕРШІЙ БЕЛАРУССКО-ФРАНЦЮСКІЙ БІЗНЫС ФОРУМ У НАС УЖО ЄСЬ НАПРАЦЦАВАНЫЕ ДЕЙНІ, НАПРАЦАВАНЫЕ БАЗА И МЫ КАРЫСТАЮМСЯ ЕЙ И ДАВОЛІ ШЫРОКА ВЫКРАСТОВАЮМ НАШЫЕ КОНТАКТЫ У РЕГЁНАХ ФРАНЦІ ТАМУ ГЭТА СПРАЦАВАЛА НА ТОЕ, ЧТО У ГЭТЫМ БІЗНЕС ФОРУМІ ПРИМЕ УДЕЛ РЕКОРДНАЯ КОЛЬКОСЬ УДЕЛНІКОВ БОЛЬЖА 110 УДЕЛНІКОВ ГЭТА РЕКОРД ВАЖНА ОЗНАЧЫТЬ, ЧТО И МЫ ОЗНАЧАЕМ ПРАГМАТЫЗАЦЦІЮ З ФРАНЦУЗКАГО БОКУ ЗАЦІКАВАННЫСТЮ У РАЗВІТІ ЭКОНОМІЧНОГО СУПРАЦОВАНІСТВА З БЕЛАРУСЮ ФРАНЦІЯ ОПОШНІЇ ГАДЫ ПЕРЕЖАВАЛА КРИЗІС ФРАНЦЯ ЗАЦІКАВАЛЬНУ ПОШЕРЕНІ РЫНКУ ЗБЫТУ СВАЇХ ТАВАРУ МЫ ЗРАЗУМЕЛА ЗАЦІКАВАЛЬНУ ПОШЕРЕНІ ЗБЫТУ ПРАДУКЦІЇ БЕЛАРУССКІХ ПРАДПРАЕМСТВА І НА ГЭТЫМ СКРЫЖАВАННІ, КАЛІ ХОЧІЦІ ІНТЕРЕСУ, МЫ МОЖЫМ ЗНАІСТІ АГУЛЬНЫЕ УСТАНОВЩАЕ ВЫНІКІ МЫ БАЧЦІМ ТАКСАМА, ШТО ВЕЛЬМІ ЦІКАВЫЙ МОМЕНТ, ШТО ФРАНЦЮЗКІЯ КАМПАНІЮ СЮ БОЩІ И БОЩЦІ ЦІКАВІЦІ ПРАДУКЦІЙ БЕЛАРУССКАЙ ПРАМЫСЛОВАСТІ І НЕ ТОЛЬКІ ДЕЛЯ ТАГО, КАБ НАБЫВАЦІЯ ДЛЯ ПАТРЭБ ФРАНЦЮЗКАГА РЫНКА, АЛІ ТАКСАМЫ ДЛЯ ПАТРЭБ КРАИН ЗАХОДНІЙ АФРАКІ ТАК ШТО ТУТ МЫ ВЫКРЫСТОВАЕМ НА ПРАЦЦІЛЮКІ ФРАНЦІЗКІХ КАМПАНІ ДЕЛЯ ТАГО, КАБ ВЫХОДІЦЬ СУМЕСНА НА РЫНКІ ТРЕЦІХ КРАИН С ПАЧАТКУ, КАЛІ ВЫ ПАЧЦІНАЛІ ПРАЦЦІ КЕРРОВНІКОМ ДИПЛОМАТЫЧНЫЙ МИСІЮ У ФРАНЦІ, ВЫ КАЗАЛІ, ЧТО ПРЫХОДІЛІСЯ СТУКАЦ У ЗАЧІНІННЫЕ ДЗВЕРЫ, КАБ ДОНЕСТІННІКІ ПРАЯТНІКУЮ ПРАПАНОВУ, ЦІ ПРАПАНОВАТНІКУЮ СУСТРЕЧЮ С БЕЛАРУССКІМИ КОЛАМІ. ЗАР Я думаю, что и они зараз отшинились, но все-таки они начинают отшиниться. И свечением тому, например, заявляется, что на протягу белорусско-французского делового дня проходит шмат перомов. Перомов не только деловых колов, а так само представников разностайных министерств Беларуси и Франции. Именно витто по пытаниях экономичного супрацовництва, как допомогать предприемствам обо двух боков больш сильно супрацовничать. Идуть перомовы помеж министерствам охованного окольного народа Беларуси и ответственным министерствам Франции. Перомовы помеж министерствам сельской господарки Беларуси и ответственным министерствам с французского боку. Министерствам транспорта Беларуси и ответственным министерствам снова-таки с французского боку. Все это показывает, что двери отшиняются, затекавленность у французских партнеров есть. И я думаю, что за прошлые годы мы не имели такой колькости межминистерских контактов помеж двумя нашими краинами. Критики, пожалуйста, вот наши деловые колы. Они готовы поширать свою присутность на рынках европейских краин? У приватности легкой они отгукуются на вашу пропонову принять всю делу, например, у бизнес-сустречах? Ну, видите, довольно складное питание. Пришлось выкористовывать административный ресурс для того, как запросить на бизнес-форум наши предприемства. У нас это так само было трошки дивно, когда мы видим, что с французского боку, например, для одного из беларусских предприемств есть четыре потенциальных партнера, которые готовы разговаривать об экспорте беларусской продукции. И некоторые из них уже наведали Беларуси, провели ответственные перемоги на этих предприемствах, но тут снова-таки приходится переконовать. Ну, это дивно. С иншого боку, я задовольный тем, что практически все те беларусские компании, на деле которых нам вельми залежало, они приехали в Париж и они принимают дело в деловом тыне и принимают дело в этих перемогах. Все-таки, по коль, что товарооборот помеж Беларуси и Франции, он великими личбами не одрозневается. Але на ваш погляд, цей перспективы, все-таки, его повеличение вот такого выхода з минуса у плюс? Так, я пахожусь с вами, что пошним часом мы минусуем, але кали мы параунали динамику нашего экспорта за саковик-красовик бягучего года, мы пабачили, что минавито у саковику и красовику мы пачали прырастать у параунаний со студенем и лютым. Так что, пакуль минус, але все-таки динамика уже пайшла у иншы бок, и мы вельми спадеемся, что до канца года мы выправим гэтую ситуацию. Але вельми важным так само з'является, про что вы уже пытали, актылность наших предприемств, то есть большая актылность по выходу с новыми товарными позициями, для того, как гэты новые товарные позиции з'явились, вельми важным притягивать инвесторов, створать новые вытворчусти, для того, как мы могли бы пропоновать сучасную, запотребованную на насыщенном, на абсолютно насыщенном рынку Франции. Новый товар изъявляется на французским рынку из Беларуси, я могу привести, как добрый приклад, каля города Мец, гэта регион Эльзас, мы побудовали фактично беларускую улицу. Гэта 16 домов вытворчасти завода домобудования с города Шклоу, дарэч, уже подписан контракт еще на 17 домов, и представник гэтага предприемства зараз находится у Франции, и минимум 4 французские компании мают намер провести з'имперамовы. Дарэч, беларуские дамы поставляются не только в гэта регион Франции, фактично 3-4 накерунки мы отзначаем, куды уже начались поставки беларуских домов. Гэта новая тема. Цікавый проект с инвестициями в Беларуси, гэта французская фирма с назвой Белофарм, так им назвали свою компанию, инвестовала у выросшивания бульбы. Бульбы сортовой, яку они планують поставлять на российский рынок и на рынки краин СНД. Цікаво, что они инвестуют и уплощи по перепрацовце гэта бульбы, по захаванню, по упаковце гэтэй продукцы, для того, как позднее продавать на иншых рынках. Агульный объем инвестиций, який продугледживаюць наши французские партнеры, гэта 5 миллионов евро. Зараз идут размобы так само помеж нашим заводам «Атлант» и одним из французских предприемств по створению суместной вытворчости руховиков. Так что новые темы, новые накерунки з'являются. Конечно, мы бы хотели, чтобы их было больше. И для этого мы проводим бизнес-форум. Для этого мы проводим двубаковые сустречы наших предприемств. Зараз, гэта так само, я еще проглядаюць, ця уже сустречы, перемобы завершаются некими пэлными контрактами. Ця на гэта деловые сустречы, колы бизнесмены приходят уже с пэлными проектами. Самая головная проблема, с якой мне пришлось сутыкнуться, калле приехав у Францию, гэта недостатковая информация про нашу краину. Практично информационная Беларусь вельми редко присутничая у СМИ, у МАСМЕДы французских, вельми мало беларусовых делегаций беларуских наведывая регионы Франции. И для этого мы поставили головную мету. Як мага больше информовать о потенциале экономичного, инвестиционного супрацованиста с Беларусью. И мы провели 30 экономичных презентаций нашей краины. Практично во усих буйных городах Франции. Практично во усих регионах Франции. Наступный керонок — это открытие гоноровых консульств Беларуси, минавито скерованных на то, как они допомагали развивать экономичные относины. У Снежни минулого года мы открыли гоноровые консульства в Леоне. И уже у студене мы провели буйную экономичную презентацию Беларуси с 70 удельниками с двух боков, як простонников УЛАД, так и бизнес-сферы. Мы плануем открыть гоноровые консульства ближайшим часом у Бардо. Працуем над открытием у городе Тулуза, у городе Марсель. И вы знов таки текава, у городе Марсель с кандидатом у гоноровые консулы мы домовилися у вересни провести першую экономичную презентацию Беларуси з уделом Ганлёво-прамысловой палаты одного из самых багатых регионов Франции. Фактично это морские вороты Франции. Так что это наступный керонок. Экономичная презентация, открытие гоноровых консульств. Третий керонок нашей деятельности — это развитие межрегионального супрацовніства. Их это еще невыкористный потенциал, хотя тут мы бачим довольно значные зруки. На ваш погляд, минавидта стосунки беларуско-французские легче будаваць помеж регионами и легче так домовляцца на межрегиональном узроу? В регионах Франции больше прагматизма, больше разумения важности развития як экономичных, так и гуманитарных контактов. Французские буйные фирмы, зразумела, у основным знаходятся у Парижа. Это монстры. И я не калі принимаюць решения об супрацовністях, это довольно складанные процедуры, фактично бюрократичные, як може у державных установах. А малый середний бизнес, он вельми часто знаходится у регионах Франции. И он больше эластичный, и он больше активный, и он больше готовый на некие рухи, на контакты. И дякуючусь этим межрегиональным контактам, ну, например, у нас довольно долго иснуется относительно помеж Клермоном и городом Гомель. А за опошние два годы уже отбылось три деловых визита и визита у керавництва наших городов. На минулым тыдне мэр города Клермон Ферран, одного из самых буйных городов Франции, знаходился у городе Гомель на экономичном форуме. Мы плануем ближайшим часом запросить мэра города Бреста у французский Брест с деловым визитом. У нас у першыню за опошние годы был деловый визит с города Минска у город Леон, и мы зараз плануем провести у Минску мероприемство, просвеченное 40-годзю, усталевание относин по межгородам Минском и Леонам. Цекаво, что мы так само повышаем узровень к этих относин. Мы зараз працуем над подписанием погоднения по межминской областю и регионам Верхняя Франция. Это самые буйные административные одинки у Франции и у Беларуси. Это так само приклад наших партнеров, як у России, у Польши, у Украины, показывая, что подобные контакты могут давать и экономичный эффект. Спочатку свою дипломатичную деятельность тут у Франции. Вы все-таки ставку рабили на поширенне культурных связей помеж Беларуси и Франции цены наладживания миновиты экономичных стосунков. Это все шло параллельно, хотя, широко кажучи, в 2013 год мы подшали миновиты с экономичных акций. И только в 2013 году мы вышли на буйные Дни беларусской культуры. Дальше, на которые мы не выдатковали ни доллара, ни евро с бюджета, фактично и пройшли на коммерциейной основе, а либо с притягнением сродков спонсоров и меценатов. Дальше, можно сказать, что нам в этом мы трошки зарабили, на этом наши артисты, наши коллективы, тое самое в 2015 году. Дни культуры, которые параллельно идут с экономичными акциями, дают так само, что информацию об нашей стране больше ведут. Например, мы проводили экономичную презентацию в Бардо, в Леоне, в городе Каны. Позднее приехал туда с гастролями наш великий театр. И все наши контакты, мэры, керавники этого региона, бизнесмены, отримали запрошение на наш балет. Мы как бы про это умоцовываем совесть с Беларуси и умоцовываем наш имидж, станучий имидж Беларуси, что вельми важно для развития деловых контактов. Есть на сегодня сферы, которые не заденечены в полной меры, в двухбаковых стосунках? Я думаю, что Франция, зразумело, вельми мощная в пытаниях машинобудования, новых технологий, биотехнологий, в пытаниях энергетики. Мы працуем над сумесным проектом сборки автомобилей Пежо и Ситроен у Беларуси, дарэчши на днях я трамал лис от вице-президента гэтэй компании, який подтверждаем затекально далечшее развитие гэтага проекта. Важно, как мы переходили до локализации вытворчасти гэтых автомобилев. Энергетика. Франция сильна, вельми мощная у гэтай сферы, у гэтай накерунка экономики. Мы так само развиваем наш энергетичный сектор. И ответные перемоги отбывались помеж буйными французскими компаниями, Министерством энергетики Беларуси, Белэнерго. По кульнима выникав, я все-таки спадзаюся, что мы знайдзем агульные кропки и проекты у гэтай сферы будут реализованы помеж Беларуси и Францией. После беларуско-французского делового тэдня сумесного посаджения экономичной комиссии и другого бизнес-форума, какие еще запланованы сустрычы на гэтай 2016 год? Гэтай будут деловые сустрычы, бизнес-презентации, выставы. Я хотел бы, может, трошки пойти в бок и сказать, что мы в Испании плануем бизнес-форум, другий беларуско-испанский бизнес-форум. До речи, первый отбылся в минулом годе в Саковику в Минске. И мы запрашаем усе беларуские предприемства, які затекавлены делом в гэтай форуме, звертаться до нас у посольства. И он отбудется 2-3 червеня в городе Мадрид. Что тычится Франции? Мы плануем провести презентацию Беларуси в городе Марсель, в городе Мец. Мы так само заплановали провести перший беларуско-французский межрегиональный бизнес-форум у Минску 30 листопада. Хотели бы, дарэч, запрасить на гэтай форум и французские компании, які инвестовали в разностайные проекты у России, как пропановать им махчымые проекты у Беларуси. Цей готова Франция до наладживания контакта у інших сферах, наприклад, межпарламентского супрационистства? Я хочу означать так само прагматизацию нашего диалога на узровні керавництва у Министерства замежных справ Беларуси и Франции. Мы на регулярной основе проводим сустречы на высоком узровні, политичные консультации, и ближайшим часом запланованы такие сустречы и у Парижа, и у Минску. Мы так само рыхтуем визит парламентской делегации Франции в Беларуси в лепени бегучого года. У Франции призначен новый керавник группы Сябровства с Беларуси, довольно активный депутат, який открытый до супрациониста с нами. До речи, он зацекален тем, как разом с ним приехали представники деловых кола у Франции из региона Лотарингия, перед всем, який зацекален в супрационисте с Беларуси в глине сельской господарки, потому что этот регион очень мощный на керунку. Так что тут одночасово парламентское вымирение, политичное вымирение и конкретные экономичные проекты, что для меня, для посла вельми важно и, конечно, я завсёду буду поддерживать и допомогать в организации этих визитов.